Будь или не быть четырехзвездочному отелю Рэдисон в центре Барнаула. Эта резонансная тема вызвала множество обсуждений и разногласий. Например, общественники категорически против того, чтобы на месте парка на площади Сахарова возводили многоэтажное здание. Тему обсудим в студии, у нас в гостях Игорь Берг, руководитель местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» и Даниил Дегтярев, историк и краевед. Здравствуйте. 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 Ну вот как только тема со строительством Рэдисона появилась, людей возмутил вопрос, почему именно на площади Сахарова и на так называемом холме решили строить многоэтажное здание. Ну, после выяснилось, что холм трогать не будут, у подножья холма выбрали место. И тем не менее, Данил, наверное, вопрос к вам. В целом, площадь Сахарова, вот это конкретное место, чем знаменательно и почему, на ваш взгляд, его необходимо сохранить в том виде хотя бы, вот как есть сейчас? Прежде всего, площадь Сахарова – это выдающийся комплекс зданий, построенных в 60-70-е годы XX века. Это памятники советского периода, это и театр драмы, и дворец спорта, и университетский корпус. И они в свое время, когда строились, они были увязаны друг с другом, поэтому появление там какого-то здания в совершенно другом стиле, совершенно другой эпохи, конечно, нарушит это. Во-первых. А во-вторых, вот этот холм искусственный – это же ведь памятник инженерной мысли начала XX века. Это искусственное подъемное водохранилище, так называемые баки, которые строились для снабжения Барнаула водой при запуске городского водопровода. В этом году исполняется ровно 100 лет Барнаульскому водопроводу, вот как раз в сентябре исполнилось. И новость о том, что стройка будет рядом с этими баками и может повредить, в общем-то, этому холму, этому сооружению. Конечно, вот подоспела к большому юбилею. Ну, в общем, я считаю, что мы, в общем-то, должны знать для нашего города, чем это ценно. Ну и, во-вторых, все-таки площадь Сахарова привычна нам в том виде, в котором она есть. И уже ни одно поколение барнаульцев, приходя сюда, ну, скажем, отдыхает там, да, тут проводятся праздники и так далее. И, наверное, все-таки барнаульцы хотели бы оставить ее такой. Ну, вот город стремительно растет, развивается, современная жизнь. Почему нельзя что-то новое внести, на ваш взгляд? Ну, вот площадь Сахарова, действительно, сказали, ни одно поколение. Да уж, поди, бы и надоело. Хочется чего-нибудь новенького. Ну, на мой взгляд, ансамбль площади Сахарова могут только изуродовать. К сожалению, вот за последние годы мы видим, что у нас строится. Это у нас вызывает архитектурный диссонанс, то есть строится все как попало. Взять пример с тем же Дворцом спорта. Зашили его вот этими облицовочными материалами, просто стал какой-то ангар. Где гарантия, что Редисон это не будет просто какая-то коробка. Плюс там еще хотели построить корпус университета Алтайского государства, тоже такая же коробка. То есть у нас площадь потеряет свой красивый ансамбль. А здесь все было ранее продумано грамотно. И Дворец спорта, и спорткомплекс Обь, и холмы, да, этот, и сквер, и здание администрации, и театр драмы. То есть это ничего не уродовало. Это все вместе, то есть выглядело очень прилично, очень красиво. А сейчас это просто будет диссонанс. То есть будут разные здания совсем по стилю, по виду. Никто архитектурный ансамбль разрабатывать там не будет. И будет как попало. Но я еще раз напомню, что место для строительства не холмы. А у подножья холма, если так вот примерно, чтобы понятие было, у зрителей в том числе площадь Сахарова, пересечение с улицы Молодежная. Вот здесь расположен сквер. Его не планируют трогать, а чуть глубже и вот затеять строительство. Ну, как вы считаете, достаточно ли там места для такого большого отеля? Ну, во-первых, вот как раз, наверное, все-таки сквер и планируют трогать. Раз не планируют трогать парк и вот байки, вырубят сквер. Потому что там просто другого места нет. Ну и на самом деле места-то там немного. Но если они там планируют построить какую-нибудь закусочную, то для этого, наверное, места хватит. А для гостиницы на 100 номеров, ну, я не знаю, может быть, сейчас есть какие-то технологии строительства гостиницы там высотой в 50 этажей, там в одну какую-то свечку. Но я очень сильно сомневаюсь, что это будет так. Так что залезут, конечно, и на холм, ну, а зелень-то вырубят. Площадь Сахарова, она же очень зеленая. Это же такой большой массив зелени в центре города. И любая стройка приведет к тому, что зелени станет меньше. А у нас, мы помним, как в прошлом году и в позапрошлом году массовые вырубки деревьев вызвали возмущение, в том числе и в парке изумрудном, в других местах. Здесь ведь будет то же самое. Игорь, ну вот не так давно появилась, извините, информация о том, что она не столь официальная, но тем не менее, о том, что городские краевые власти, прежде чем приступить к каким-то решениям, спросят мнение барнаульцев. Как вы считаете, вот если на чаше весов за и против, что перевесит? Я считаю, на мой взгляд, в данном вопросе все-таки большинство жителей города будет против строительства отеля, потому что, во-первых, люди привыкли к ансамблю площади Сахарова. Они привыкли к тому, что это место для проведения городских и краевых праздников. То есть людям нравится это место в том виде, в котором оно есть. Тем более, людям неинтересен будет этот объект, потому что это объект гостиниц, да, премиум-класса, то есть для людей с очень высоким достатком. Нашим людям, жителям города этот объект, я думаю, явно не нужен. И у меня вообще возникают сомнения, как они рассчитывают, что 100 номеров будут постоянно заполнены. У нас нет столько людей, столько гостей вип-класса, которые бы могли к нам приезжать и заполнять ту гостиницу. Я не знаю, когда этот проект окупится и окупится ли он вообще. Ну а между тем, представители туристической отрасли прихода крупного гостиничного бренда ждут с нетерпением. И вот председатель Краевой ассоциации туризма Александра Томашевич уверена, что Рэдисон сделает Бурналу еще более привлекательным. Давайте послушаем ее мнение. В первую очередь, это, конечно, инвестиции в город и в край. Второй момент, это создание дополнительных рабочих мест. То есть это с точки зрения экономики, каких-то социальных программ. И третье, наверное, самое главное, то, что для нас важно и, в принципе, наверное, для региона, это некий бренд, который заходит в наш регион. То есть если мы говорим о Рэдисоне, с которым сейчас ведутся переговоры, то мы заходим на сайт Рэдисона, и у нас, пожалуйста, перед глазами все города, где есть отели бренда Рэдисон. И тут же у нас, вот он, пожалуйста, Рэдисон Барнаул, например. Понятно, что их не очень много, но есть люди, которые предпочитают селиться в сетевых отелях. Они знают, что это определенный уровень качества, определенный уровень сервиса. Ну вот, определенный уровень качества, уровень сервиса, то есть все равно люди к нам поедут, по мнению выступающего. Здесь я не согласен с мнением. Уверх, люди сюда едут у нас не просто отдохнуть в гостинице, пожить в номере. У нас же люди едут по каким-то делам, по экономическим, по другим каким-то вопросам решать. То есть у нас, как я говорю, нет столько представителей. У нас недостаточно такой регион богатый, чтобы решать вот эти важные вопросы, чтобы сюда ехали люди с таким достатком. Поэтому я не вижу, допустим, важности в этом объекте. Но то, что утверждается, что сюда кто-то поедет именно на Бренту, опять же, я говорю, кто будет ехать просто для того, чтобы пожить в Рейдисоне, кому это нужно, никому это не нужно, я считаю. Именно в Барнаул. А создание новых рабочих мест, ну, я тоже думаю, что это существенно проблему не решит. Это не завод, где там будет производиться, допустим, огромное количество какого-то материала, да, и туда там, допустим, 500 тысяч рабочих мест было бы там. Здесь нужно понимать, что будет, ну, 100, да, 120 рабочих мест. Это сильно проблему не решит. Когда говорят вот про такие вещи, что ради какого-то небольшого объекта, да, среднего там даже бизнеса будет много новых рабочих мест, ну, я в это мало верю. С вашим мнением согласны местные ательеры. Никакой конкуренции они в лице Рейдисона не видят. Давайте послушаем вот сейчас, что думает на этот счет Сергей Воронов, директор гостиницы Барнаул. По франшизе, по этой, строить отель на сегодняшний день он должен быть не менее 200 номеров. То, что хотят построить четырехзвездочный, это стоимость номера по окупаемости, по затратам. Ну, вот, судя по всем сетевым отелям, по этим, у них начинается от 5-6 тысяч рублей цена номера. У нас заканчивается на 3,5-4 тысячи. Самый ходовой. То есть, ну, средний ценник, не средний, можно сказать, основной ценник. То есть, то, что люди потребляют. У нас есть в гостиницах и номера, и высокого класса, то есть от 6-7 тысяч, но они не пользуются спросом. Ну, вот мы видим, что и местные гостиницы пустуют, особенно вот такие люксовые номера. Ну, да, я по своему опыту могу сказать, что меня иногда привлекают в качестве экскурсовода для проведения экскурсий по городу, как раз вот для, ну, то, что называется вип-персоны. И они, в общем-то, все живут, как правило, в гостинице Центральная, но реже в других гостиницах. И ни от кого из них я не слышу, что у нас в Барнауле плохая гостиница, построите хорошую. То есть ни от кого. Хотя это люди, которые приезжали и из Москвы, и там из Белоруссии, и из, значит, ну, других городов России, из крупных. То есть я потребности даже вот у этой категории постояльцев в какой-то новой гостинице лучшего класса здесь не вижу. А знаете, нет ли у вас опасения, что, ну, предположим, построят гостиницу, пусть не на площади Сахарова, не в сквере, но в каком-нибудь другом месте, в центре города, там, где разрушается исторический памятник? Мне вот почему-то кажется, что вы больше всего за это радеете, чтобы не случилось такого. Ну, если это будет, конечно, памятник со статусом объекта культурного наследия, то, безусловно, это будет прямое нарушение закона. И, ну, во-первых, мы будем против этого выступать. Во-вторых, я очень сильно надеюсь, что такого у нас в городе не будет. Ну, а вообще-то в центре города же есть немало участков, которые при желании можно очистить от малоценных построек, или это просто пустыри, где вообще непонятно что находится, и построить гостиницу там. Почему нет? Если уж строить, то там, на пустырях. Конечно. Ну, примерно, территориально где? Ну, это может быть и в старой части города, хотя бы вот здесь, в районе улицы Гоголя, может быть, переулка Горького, проспекта Комсомольского, можно построить там, можно построить по линии будущего Обского бульвара, там же есть частный сектор туда, за проспектом Комсомольским, выкупить участки, снести частный сектор, построить гостиницу Рэдисон там, и она будет обозначать линию будущего Обского бульвара. И это будет Рэдисону очень большое, ну, то, что называется, плюс, то, что они смогли продолжить вот этот великий градостроительный проект, который еще с 30-х годов у нас существует, вот они бы его поддержали, на Барна улице будут тогда только благодарны этой компании. Ага, Игорь, ну, ваше мнение, быть или не быть, Рэдисону, какие вот ощущения, предчувствия? Мое мнение, этот проект все-таки не будет осуществлен, потому что вложений много, затрат много, а он потом не окупится. Сейчас, то есть, об этом говорят, что ведутся разговоры лишь, но мне кажется, со временем инвестор все это изучит и поймет, что, во-первых, это экономически невыгодно, что общественность недовольна, и, возможно, от этого проекта отойдут, потому что на моей памяти уже были разные проекты, говорили, что построим одно в Барнауле, построим другое, и потом все это заканчивалось, потому что у нас все-таки не тот уровень. Наш город пока к такому еще не готов, и такого уровня развития он не достиг, чтобы здесь строить такие объекты. Поэтому нам достаточно пока двух гостиниц нормального уровня, это гостиница Сибири, гостиница Центральная, лица вип-класса, они приедут туда, им этого хватит. Поэтому пока, я считаю, нет смысла строить Рэдисон, пока Барнаул не достиг такого уровня развития, он нам здесь просто не нужен. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, поделились своим мнением. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях был Игорь Берг, руководитель местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» и Данил Дегтярев, историк и краевед. Продолжение следует...